Сына, и Сына, и Святого Духа! С праздником вас, дорогие Батья и Сестры, с Воскресным Днем! Сегодня во время совершения Божественной Ритургии мы слышали удивительное евангельское чтение. Чтение, которое исполнено глубокими смыслами и обращено к сердцу каждого из нас. Мы видели образ богатого юноши, который подошел ко Христу Спасителю, и его волновал важный вопрос, тот вопрос, который волнует каждого христианина, каждого человека, как спастись, как наследовать нас на небесное. Евангелие сегодня не слышали от Матфея, евангелист же Марк еще более наполняет этот евангельский отрывок и говорит, что когда Христос увидел искреннее устремление этого молодого человека, Христос его возлюбил и, глядя на этого молодого юношу, как сколь говорит, соблюдите заповеди. Тогда юноша спросил, какие же заповеди необходимо соблюсти, чтобы войти в Царство Небесное, чтобы спасти свою душу. И тогда Христос называет шесть сверхозаветных заповедей, не убей, не укради, не предвладействуй, не произноси ложного, люби родителей своих, почитай, и любви ближнего своего, как сам себя. Юноша, выслушав эти заповеди, сказал, что от юности я это все сохранил, Иистос разлюбил этого юноша за его ленность, так как он был благочестивым, он выполнял все заповеди, но он понимал, он чувствовал, что чего-то не хватает для полноты, вот совсем немного, чтобы сердце мое успокоилось, и я смог в эти Царства Небесное. Но у него была темность, у него в руке. И стоя перед Христом, то и стоя перед вечностью, сердце этого юноша присутствовало с горечью, так как он не готов был расстаться с богатством, которое было у него, он не готов был расстать это все люди и последовать за Христом, хотя его сердце так жаждало Царство Небесное, хотя его сердце так жаждало спасения. И мы сегодня должны вспомнить проповедь, слова которой в прошлом воскресенье произнес наш митрополит. Господь ждал милосердия, милосердия, милостивое сердце. И в этом ключе, рассуждая преподобный Павел Святого Творца, он говорит, что Господь дает имя летом, через которое можно войти в Царство Небесное. Первый билет никогда не греши. Но кто из нас на земле не совершил хотя бы маленький грех? Каждый человек грешен, каждый человек в своей жизни ошибается, и каждый из нас падает, падает постоянно. И этот билет мы с первых мгновений в своей жизни уже теряем. И Господь говорит, есть второй билет, билет, который называется «Не суди, не суди, да не суди, будешь ли». Но мы постоянно кого-то осуждаем словом, помыслием. Мы о ком-то говорим плохо, и этот билет также утерян. И преподобный Морисий Святой Горький говорит, остается один единственный билет, билет, на которого все наше упование в царство небесное. И этот билет называется милосердие. Милосердие, которое должно преисполнить на вся наша жизнь и наше сердце. Святитель Николай Сергий говорит, что, безусловно, мы всех охватить не можем своей помощью. Но если ты не можешь помочь деньгами, помоги физически. Если ты можешь помочь физически, помоги молитвой. Но если даже молитву, ты не можешь помочь этому человеку, помоги ему добрым помыслом, доброй мыслью. И Господь это себе обменив, как за великое дело милосердия. Любим сложно. Любовь это самый сложный топик, который человек совершает на земле. Тяжело отдать свое сердце, тяжело отдать самое дорогое, что есть в своей жизни другому человеку. Тем более часто бывает так, что мы отдаем самое доброе, самое светлое, а обратно это возвращается непонятным. Это понимается поздравлением и возвращается нам обратно. но Господь через это евангельское чтение укрепляет нас в мысли, что необходимо любить, что необходимо выделять делами в сердце. Апостолы, наблюдая за этой картиной, как евангелизм Матфей говорит, были в глубоком изумлении, они удивились и обратились к Христу с вопросом, Господи, Учитель, так кто же может спасти «Это юноши выполняет все заповеди, он благочестив и правильный, так как же можно в один царство небесное?» И Господь на это отвечает, что невозможно человеку, возможно Богу. Часто даже люди, невозможно верующие, надеются на закон, надеются на правила. Но святитель Василий Великий говорил, что над законом стоит справедливость, а над справедливостью стоит любовь и милосердие. И снова возвращаемся к этому. И мы видим, что Господь, даже требуя от нас может быть сложного, и требуя отойти от того, чем нам сложно остаться, но Господь укрепляет нас. Господь ждет, что мы отвратимся от того, что есть в нашей жизни и возведем в своих очах рядах. У каждого из нас есть тот или иной крест, у каждого из нас есть та или иная ссорь, и в какие-то мгновения жизни нам кажется, что все остановилось, что нет дороги больше дальше. Мы начинаем кричу молиться, обращаться к Господу, но в какой-то момент нас ходят помыслы, а где что Господь? Почему нас не слышит? Почему Он не обратит свою ссор на меня, когда мне тяжело и когда мне невозможно? И здесь вспомнили слова, которые произнес вновь сегодня Христос, что невозможно человеку, возможно Богу. И здесь хотелось бы вспомнить удивительную историю, которую рассказывал Акцерин Маджио, который сказал Абри он говорил, как была это ему звукоменная чада женщина, которая жила в Санкт-Петербурге, и у нее пил сын. И она уже так не могла из этого горя, что она просто не знала, что ей делать. Тогда она приходит в Казанский собор города Санкт-Петербурга, обращается к священнику и говорит, что мне делать, как мне поступить, как же дальше. И священник говорит, приходи к Божьей Матери Казанской, молись, и в этой Божьей тебя не оставит. Она поздравила все скорби земли, она тебя услышала. Женщина стала ходить в Казан, да еще больница. Проходит неделю, месяц, год, три года, а сын, в том числе, все только хуже и хуже. И тогда эта несчастная мать приходит к Божьей Матери, и в изнеможении падает, и говорит, Божья Матерь, ведь ты познала все скорби материнские, почему ты меня не слышишь? Я тебе так молюсь, я отдаю все сердце и душу, но ты на мои обращения не отвечаешь. И она в изнеможении падает около образа Казанской Матери. И в это как раз время около забора проходит ее сын. И он увидел, как на куполом храма что-то приснуло, и его потянуло в этот храм. И он вводит в жилье картину. Мать стоит на коленях, у него как будто глаза открылись, и он увидел, как она постояла за это время, как она сдала. И его сердце преисполнилось с тобой горечью. Он подошел к Матери, стал рядом с ней на коленях, и как я, если молиться, поделим он, говорит, покаялся и справился в своей жизни. Поэтому будем в своей жизни милосердны, будем в своей жизни любить, и будем надеяться на помощь Божия в нашей жизни. Спасибо, Господи, Вас.